На сегодняшнем заседании Государственной Думы будет рассмотрено, предполагается, что будет рассмотрено более 40 вопросов. Самые главные из них, которые заслуживают безусловного внимания страны фракции, это рассмотрение во втором чтении законов о так называемых офшорах и о так называемых переводах или децимализации. Такой есть термин, своеобразный. Я напомню, что фракция КПРФ голосовала категорически против этого законопроекта в первом чтении. Я напомню, что процесс офшоризации начался в нашей стране в 2015 году и, к большому сожалению, не закончился ничем путным. Можно честно сказать, процесс возвращения капиталов в нашу страну со стороны наших олигархов на сегодня потерпел крах. Иными словами, только 10% от потенциальных владельцев иностранных компаний зарегистрировались или дали понять налоговым органам о том, что они имеют соответствующие иностранные активы. В денежном выражении это выглядит еще более скромно. То есть, по данным первого этапа, это около 6 миллиардов возвращенных денег вместо 600-700 миллиардов предполагавшихся данных. Второго этапа до сих пор налоговая служба нашей правительства Российской Федерации не обнародовала. Поэтому третий этап мы рассматриваем исключительно как меру для избранных членов, приближенных сегодня к руководству страны, видимо, тех, кто на сегодня оказался неугодным на Западе и под воздействием западных санкций, под воздействием такого давления, пытается сегодня сохранить свои капиталы. Прямо скажем, то, что предусмотрено этим законопроектом, не так все однозначно и красиво, как предполагается, что наши олигархи в добровольном порядке, избегая уголовной и административной ответственности, возвращают из зарубежных офшоров средства и активы в офшоры наши национальные. Речь идет о Приморском крае и о Калининградской области. На самом деле, для того, чтобы этот процесс произошел, для того, чтобы эта ситуация состоялась, требуется согласие двух сторон. И если можно еще как-то предположить, что офшорные государства такое согласие или такую договоренность Российской Федерации достигнут, возвращение соответствующих финансовых активов из других стран с более жестким налоговым режимом, а тем более, которые находятся под влиянием или протекторатом наших сегодняшних, в кавычках, друзей США и некоторых стран Евросоюза, эти деньги в любом случае не вернутся. То есть воспользоваться этой налоговой амнистией смогут единицы, но самое главное, мы опять разрушаем правовое пространство государства. Мы сегодня фактически прощаем те преступления, действия, совершенные лицами, которые предположительно вернутся опять в российскую юридикцию. Это однозначно преступления, которые попадают под действия нынешнего уголовного законодательства и действия, которые попадают под действия Кодекса административных правонарушений. Так вот, фактически снимая эту ответственность, мы на будущее порождаем или провоцируем, или стимулируем соответствующий отток капиталов, потому что в любой момент может возникнуть желание и может возникнуть возможность тому, чтобы внести соответствующий законопроект и безболезненно эти средства попытаться переместить вновь под отечественную юрисдикцию. Поэтому фракция во втором чтении будет голосовать против. Сегодня же будет рассмотрено изменение в 157 статью ЖК РФ по решению Конституционного суда. Весьма неоднозначное решение в том варианте, которого предлагает принять правительство, это фактически породит ОДН в сфере теплоснабжения. Я напомню, какую бурю эмоций, какое возмущение вызвало несколько лет назад введение этого ОДН по горячему водоснабжению, холодному водоснабжению, электроснабжению. Теперь планируется или предполагается подобное же ОДН вести в рамках теплоснабжения наряду с индивидуальными счетчиками. Вопрос требует глубокой проработки. Фракция КПРФ пока воздержится в первом чтении от голосования за данный проект закона. И по итогам уже второго чтения и проработки всех рисков будет принято соответствующее решение. Ну и последнее. Сегодня будет внесено два законопроекта от имени фракции КПРФ. И, я надеюсь, рассмотрены Олега Николаевича Смолина, которые нормализуют или делают возможным, наконец, механизм предоставления земельных участков для инвалидов и семей, имеющих в своем составе инвалидов. Данная норма прописана в соответствующем федеральном законе, однако не продублирована и не раскрыта в земельном кодексе. Поэтому большое количество обращений сегодня поступает от этой категории, когда инвалиды не могут получить положенный им по закону земельный участок для строительства, например, гаража или земельный участок для строительства жилого дома. Все это обкладывается разного рода условиями, все это не предусматривается в действующем земельном законодательстве. Два законопроекта, которые сегодня внесены Олегом Николаевичем Смолином, направлены на то, чтобы эту ситуацию в конечном итоге расшить и дать возможность нашим инвалидам воспользоваться тем правом, которое уже в течение многих лет существует в их отраслевом законодательстве. Совсем недавно президент выразил свое неудовлетворение реализации национальных проектов. Были в спешном порядке предприняты ряд организационных моментов. Четыре куратора теперь будут у национальных проектов. Была попытка ужесточить требования к их реализации. Почему попытка? Потому что сегодня, наверное, сложно это все можно сделать, так как сами национальные проекты и вся ситуация вокруг них, можно сказать, полностью не продумана. А поэтому, естественно, спрашивать то, чего не знаешь, сложно. Пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что. В конце апреля счетная палата Российской Федерации проверила пять национальных проектов, точнее их реализацию. В ходе этих проверок были сделаны очень жесткие выводы. И эти выводы о том, что целевые показатели национальных проектов имеют очень серьезные риски быть нереализованными. Ну, например, один из национальных проектов, такой как национальный проект «Жилье», всего 11 регионов подтвердили то, что он может быть реализован. Но вообще 15% регионов, они просто-напросто сказали о том, что достигнуть целевых показателей будет невозможно. 38% регионов в ходе этой проверки заявили, что имеются огромнейшие риски в реализации этих национальных проектов. Вообще, сегодня мы будем рассматривать еще один законопроект. Это изменение в Бюджетный кодекс Российской Федерации и касается этот законопроект реализации комплексного плана модернизации и развития инфраструктуры. Дело в том, что это очень дорогостоящий план, он не относится к национальным проектам, и поэтому для него, так скажем, не прописаны те финансовые возможности, которые имеют сегодня реализация национальных проектов. Поэтому, скорее всего, вот этот комплексный план сейчас будет приравнен к статусу национального проекта. В чем суть? Суть в том, что сейчас можно будет направлять финансовые средства и перераспределять финансовые средства только через бюджетную роспись, не внося изменений в сам бюджет. Мы вообще постоянно говорим о том, что должен быть серьезный парламентский контроль не только за реализацией национальных проектов, а вообще за исполнением бюджета. Но вот этот законопроект, который будет приниматься, рассматриваться в первом чтении сегодняшней повестки Государственной Думы, как раз наоборот уменьшает, нивелирует парламентский контроль за реализацией этого комплексного плана. Вообще, если посмотреть на этот комплексный план, то там 9 федеральных проектов. Эти 9 федеральных проектов затрагивают практически всю транспортную инфраструктуру страны. Я бы так сказала, что эта инфраструктурная революция начинается, реализация этого комплексного плана началась с 1 октября 2018 года, закончится в конце 2024 года. Вот я посмотрела целевые показатели, индикаторы реализации этого комплексного плана, вы знаете, ничем не отличаются от целевых показателей национальных проектов. Точно так же они размыты, точно так же они неконкретны. Ну, например, что значит увеличение позиций или рейтинга нашей транспортной системы в мировом сообществе на какую-то там определенную долю процента. И таких вот позиций можно назвать очень много. То есть конкретики в реализации этого комплексного плана нет. Тогда возникает вопрос, а, собственно говоря, как мы будем контролировать вообще финансовые потоки для реализации этого плана? У нас ведь есть печальный опыт реализации федеральных адресных инвестиционных программ, ФАИПов так называемых. Вот я просто посмотрела, там, если мы возьмем 2018 год, из 408 вот этих ФАИПов, этих проектов, значит, 221 проект только реализован. Получается, что мы, собственно говоря, получили результат ниже среднего. И такая же ситуация по 2017 году, по 2016 году. Вот цифры все эти есть, это все данные счетной палаты Российской Федерации. Огромное количество недостроев. Деньги осваиваются на 90%, а на выходе к концу года те объекты, которые должны были быть введены в строй, они просто-напросто не введены. Почему? Потому что нет проектно-сметной документации, нет ценового аудита, нет обоснования сметной стоимости, а это вызывает удорожение этого самого проекта и разного рода финансовые нарушения. Какие? Ну, например, поступающие деньги лежат на депозитах, они не разворовываются, они потом просто возвращаются, с них снимаются проценты, но эти деньги не работают. И это тоже отмечала счетная палата. Поэтому мы сегодня посмотрим, значит, внимательно рассмотрим вот этот комплексный план, все эти 9 федеральных проектов, и фракция КПРФ, безусловно, не поддержит этот законопроект, потому что мы считаем, что реализация национальных проектов в таком виде, который она идет сейчас, не приведет к желаемому результату. У нас есть нормальные примеры, как нужно уметь хозяйствовать. Это совхоз Павла Николаевича Грудинина, тот самый совхоз, который пытаются сейчас раздолбать, уничтожить, отобрать. Мы, конечно, все силы предпринимаем для того, чтобы защитить этого замечательного хозяйственника, которому не нужны никакие национальные проекты. Он сам создал вот это свое детище, совхоз имени Ленина, и там блестящие показатели, как по трудовому коллективу, так и по всем инфраструктурным позициям. Поэтому у нас есть примеры, как надо вести хозяйство. И думаю, что правительству Российской Федерации нужно поучиться у Павла Николаевича Грудинина, а не создавать ему проблемы, чтобы уничтожить его хозяйство. Редактор субтитров А.Семкин